всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог сегодня я не хочу показывать свое лицо потому что я в печали мне очень грустно умер один из моих любимых членов королевской семьи принц филипп прежде всего потому что принц филипп один из романовых во вторых потому что он родился на острове керкера в греции а я в греции прожила 8 лет мне эта страна очень любима очень близка и после моего переезда в великобританию принц филипп в общем-то олицетворял собой частичку греции то есть он такой был для меня душечка я очень его люблю сегодня хочу рассказать о его натальной карте подсказать и объяснить вам почему он был таким каков он был и так родился он 10 июня 1921 года посмотрите сюда 12 часов дня я ставлю солнце у него стоит знаки зодиака близнецы вот такой вот неприятный взаимоотношения неприятный аспект к сатурну часто указание на то что человеку в детстве было холодно в его семье конкретно с его папой папа мало уделял на ребенку внимание но так как мы с отлично знаем каким было детство у принца филиппа то здесь я даже объяснять вам ничего не буду конечно подтверждение этому есть луна у него стоит знаки зодиака лев не хочу специально делать здесь разграничения на дома на сектора гороскопа потому что человек только умер душа его еще с нами и то что я заглядываю в гороскоп мне может прилететь мне как астрологу и как человеку который стоит на первой ступени эзотерика эзотерики ну я то есть нет я такими вещами не занимаюсь я знаю где стоит луна у принца филиппа если давайте я ее сейчас подкручу там где она на на каком месте она должна быть но при этом дома я вам показывать не буду извините потому что это неправильно человек должен упокоиться и как минимум 40 дней должно пройти с того момента когда его с нами не будет нельзя заглядывать в гороскоп только появившихся людей на свет и вот людей которые только что умерли и так то что мы с вами делаем принц филипп прости пожалуйста позволь мне показать каким человеком ты был и так луна у него стоит в 11 градусе в знаке зодиака лев и я хочу сказать что вот с моей картой он ну очень резонирует очень много планет которые стоят примерно в том же месте что и в моем гороскопе и поэтому понятно почему мне так близок был этот человек я часто хохоталась его шуток вот у него был не язык просто а какое-то лезвие бритва и посмотрите где стоит его плутон и меркурий очень часто у людей с такими с таким языком острым меркурий стоит в именно в скорпионе но когда меркурий стоит соединение с плутоном квадратуре с плутоном с с любым другим аспектом с плутоном но это люди которые не в бровь а в глаз он так разговаривал у него было совершенно необычное чувство юмора потому что здесь есть трин от урана видите между ураном плутоном и меркурием есть такой вот уран и здесь хорошее взаимоотношение такое положительное взаимоотношение посмотрите плутон и меркурий за счет секстиля с уран за счет три нас ураном у них здесь можно поставить им соединение потому что это соединение дарит им вот этот вот уран который стоит вот таким образом и мы с вами знаем прекрасно как принц филипп мог отбрить как он мог сказать все его высказывания они практически все записаны на всех языках переведенные что он говорил как он говорил как он мог смешно выражаться он часто мог поставить в неловкое положение людей вокруг себя и свою собственную супругу вот именно потому что у него меркурий был не прям бритва вот как лезвие да вот такое и при этом он мог быть довольно вежливым и мягким в разговоре потому что здесь венера есть и она дарит такой прекрасный аспект как секстиль вот к этим двум планетам то есть она уравновешивала она дарила мягкость в речи значит принц филипп мог быть и ласковым в словах вернусь квадратура солнца и сатурн человек который всегда везде успевал абсолютно требовательный к себе абсолютно требовательный к окружающим то есть если я могу это выполнить значит и вы тоже это обязанность сделать человек долгом человек который к себе предъявлял невероятные претензии очень серьезно он относился к просьбам окружающих к словам которые давал потому что ну слова это скорее меркурий да но вот солнце это тоже человек не может сказать что-то и потом это не выполнить марс в соединении с солнцем и вот тоже здесь можно сказать квадратурой но это неприятный аспект от сатурна страстный показано что это довольно страстный человек вот вы знаете если бы он не стал принцип не стал супругом елизаветы второй из него получился бы отличный торговец ему бы хорошо получилось торговать потому что вот этот меркурий в близнецах он как раз говорит о конкурентоспособности человека в торговых делах конечно не сразу у него по это получилось но вполне это могло бы стать его профессии запросто юпитер и плутон с меркурия с меркурием посмотрите в каких взаимоотношениях хороших это тоже указание на то что к речи этого человека могло быть приковано но очень много внимания море внимания и в принципе своей речи он действительно мог привлечь огромную публику плутон это массы людей публичные выступления ему давались не часто но мы с вами знаем что конечно скажи он намного больше и люди естественно бы его услышали но чаще всего мы конечно запоминали его какие-то едкие замечания сарказм да посмотрите у него стоит в весах восходящий узел восходящий узел говорит о том что человеку необходимо было стремиться в этой жизни которую он только что покинул гармонии к созданию семьи к материальным ценностям находиться все время в окружении элиты при этом опираясь на прошлый опыт на опыт из прошлой жизни который еще стоит знаки зодиака овен значит операцию он мог на резкость на дерзкость на воинственное настроение то есть сначала попробовать договориться миром если не понимают договориться миром уже напирать как говорится буром да и таким образом достигать своих результатов достигать успеха в этой жизни луна в соединении с нептуном говорит о том что человек он был натурой он был довольно увлекающийся и не без доли артистизма и здесь в соединении с в связи с соединением с нептуном часть чаще всего люди совсем не знали что у него на душе вот он умел скрывать свои эмоции вот вообще скрывал свои эмоции и даже люди которые близко и близкие которые с ним прожили довольно долгую жизнь они старались не лезть к нему в душу потому что часто чаще всего понимали ничего они от дедушки от своего не узнают о его чувствах об его эмоциях потому что он умел это скрывать но и такой был знаете темная лошадка для многих вот он чувствует что-то и никто не знает что именно в транзитной технике на момент когда принц филипп умер но на самом деле я не знаю момент его смерти потому что я вот здесь перерылов и все везде говорится что он сайдем монинг и только фридей монинг тоже this morning at windsor castle то есть я не знаю до часа его смерти в официальных источниках это не сообщается но если вдруг вы знаете когда именно в котором часу принц филипп умер то вы мне пожалуйста скажите я еще раз посмотрю рассмотрю его натальную карту но конечно уже после 40 дней и что я могу только предположить может быть это было 4 часа утра на момент его смерти мы видим что марс стоит практически в соединении с солнцем и здесь очень много других негативных положений планет на самое главное что сатурн стоит в одиннадцатом градусе 57 минут 53 секунды и по отношению к его солнцу и нептуну это оппозиция у сатурна есть второе имя сатурн еще называют хорон а это как мы знаем получается что похороны да как бы вот похороны сатурн очень часто хоронит людей когда становится в таком положении но если честно вот первое касание сатурна и к луне филиппа вообще у филиппа еще мог бы быть один год в запасе чтобы пожить но к сожалению видите такое положение вещей это конечно но я просто считаю что последние вот эти дни сопряженные с очень большой эмоциональной нагрузкой в том числе в связи с меган маркл и принцом гарри естественно отложили свой отпечаток на последние его часы жизни то есть это подвиг подвинула принца филиппа к смерти да вот эти вот все истории естественно я этого однозначно знать не могу так что тут непонятно как упрекать меган маркл и принца гарри в данном случае но мы с вами видим что на первом касании сатурна человека не стало тут даже нет ретроградности никакой видите вот просто этот сатурн вот он пришел и в первую же очередь у когда он ударил полу не принца филиппа не стала и также техника прогнозирования символическая дирекция символический уран как раз находится в соединении с солнцем принца филиппа и плутон посмотрите символически находится в трине по отношению к солнцу принца филиппа и вот здесь соединение солнца и урана прям очень четко прослеживается точно так же как и прослеживается трин от символического плутона к его солнцу причем очень точная да но это и понятно человеку уже почти сто лет было и собственно говоря мы понимаем что да это очень печально что жизнь его закончилась но человек пожил и человек пожил довольно много хорошую жизнь жизнь довольно активную еще раз прошу прощения у принца филиппа за то что рассматриваю его карту за то что будоражу его покой прости меня пожалуйста принц филипп покойся с миром чтоб тебе там было очень хорошо всегда хотела рассмотреть их натальную карту принца филиппа и его супруги елизаветы 2 но все как-то руки не доходили вы мне говорите пожалуйста если вам интересно я рассмотрю и карту королевы великобритании но сказать царствие небесное принцу филиппу конечно надо сегодня я не за звездный позитив я мне грустно мне у мне очень грустно правда прощаться с этим человеком желаю всем мира счастья и пусть ваши близкие будут живы и здоровы я подарил я Продолжение следует...